Наталья Левожинская 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 К этому вся программа социальной поддержки семьи говорит о том, что в крае все больше и больше многодетных семей, все больше и больше рождается малышей. Поэтому если три года назад, по поручению Александра Николаевича, мы формировали дорожную карту, должны были за три года, до 16-го, до 1 января 16-го, для ликвидации очереди построить 32 тысячи мест, то сегодня мы говорим о том, что это уже почти 40. Есть очередь, сегодня существует единая краевая электронная очередь, в ней сегодня 150 тысяч детей, из них в возрасте с 3 до 7 30 тысяч. И 13 тысяч мест, которые мы в прошлом году построили, это вот если сопоставить, вы привели сумму 80 миллиардов, 5 миллиардов в прошлом году было потрачено на строительство детских садов и школ. И хочу обратить внимание, что, наверное, все жители края видели, что сады ремонтировались и росли как грибы, 150 объектов. Ну, смотрите, на прошлый год был построен 21 детский сад. Какими темпами должно приращиваться строительство, чтобы успевать зарождаемость? В прошлом году было заложено еще 14 новых садов, которые еще в этом году будут уже сданы. В этом году мы вводим и понимаем, что мы это выполним, 9 тысяч 200 мест, и на следующий год у нас прогнуть еще 12. И поручение, которое есть о ликвидации очереди с 3 до 7 к 1 января 16-го года, мы выполним в обязательном порядке. Вот на Кубани около 40 тысяч беженцев. Цифры были озвучены совсем недавно. Почти 12 тысяч – это дети. Понятно, что дети пойдут в школы и в детские садики. Вот, то есть наша местная очередь, она приостановится? Потому что вопрос волнует еще очень многих жителей края. Сегодня комплектование и формирование социального пакета для семей беженцев, да, и для детей, он ни в коем случае не ущемит права детей, которые у нас на Кубани, ни в очереди, ни в школе. Из 12 тысяч – это 7 тысяч школьники. Они пойдут в более чем 900 школ, уже с 1 сентября, с завтрашнего дня придут в школу, потому что право на образование обязательно для всех. Дети, которые дошкольного возраста, более 5 тысяч человек, сегодня им предоставлено около 300 мест, но только там, где нет очереди. У нас есть детские сады, небольших населенных пунктах, где в группу вместо 20 ходят 15 детей, поэтому и там предоставляются эти места. 600 человек поставлены в очереди и становятся в очередь на общих основаниях. Никаких приоритетных прав не будет, поэтому здесь наши жители могут не беспокоиться, кто стоит в очереди о том, что их права будут нарушены. Ну, а теперь переходим к школам. Я слышала такие, знаете ли, пугающие истории, что многие школы переполнены, и в некоторых есть даже первый «Ж». Ну, уж не ручаюсь за правильность буквы, ну ладно. Вот. Не грозит ли нашим детям третья смена в то время, как губернатор говорит о том, что нужно избавляться от второй? Я думаю, что нет, потому что в прошлом году было построено три школы и две пристройки к начальным школам, да, то есть эта работа тоже проводится в правильной строительстве садов. Про первые «Ж» это, наверное, плюс, это хорошо, когда детей становится больше. Это, наверное, знаменитая 71-я школа города Краснодара, самая большая в крае, почти 2,5 тысячи детей. Губернатор дал поручение о работе на дорожной карте по строительству школ, и уже в октябре месяце мы ее полностью разработаем. И параллельно с детскими садами, конечно, приоритет, пока будет отдаваться детским садам, начнется и мощное строительство школ. Понятно. То есть сначала решается проблема с детскими садами, и только потом будут строиться новые школы? Ну, вместе, совместно. Но большая часть объектов, конечно, будут сады. Какая ситуация сейчас с зарплатами учителей? Губернатор на Большом педагогическом совете недавно озвучил, что почти 8 миллиардов рублей в этом году выделяется на повышение заработной платы педагогов. На первый взгляд сумма, конечно же, впечатляющая. Но если разделить ее, то средняя зарплата, получается, это сколько? В отрасли работает 73 тысячи педагогов. Да, такой большой педагогический город, население большого города. Сегодня средняя заработная плата по первому полугодию 2014 года у педагогов в крае 28 тысяч рублей. Я говорю, средняя заработная плата. И она сегодня на 18% выше, чем средняя в экономике. Ну, такого не было никогда. Обычная учительская зарплата и в прекрасные советские времена, когда делают посыл к прошлому, она никогда не была выше, чем средняя в экономике. Сегодня выше, чем в экономике. Заработная плата работников, педагогов дошкольных учреждений составляет 22,5 тысячи. Темпы роста в год примерно 20% по всей категории. Заработная плата педагогов ТОП образования тоже сегодня около 22 тысяч. И наше НПО, СПО, это техникумы и профтехучилища, почти 25. Деньги, выделяющиеся на заработную плату, они выделяются в рамках дорожной карты, потому что это еще один показатель. Качество работы и статус педагога, о котором мы с вами говорили, что нужно поддерживать статус педагога, это прежде всего социальные гарантии, прежде всего заработная плата. Показателем у нас стал и процент вакансий. Сегодня их всего 500. Вакансий, и мы абсолютно уверены, что до конца сентября количество будет уменьшаться, потому что педагоги будут продолжать трудоустроиться. То есть по сравнению с прошлым годом уже значительно меньше. Значительно меньше, значительно. И самое главное, что в прошлом году и в этом мы просто увидели бум поступающих на педагогические факультеты. Самые востребованные это учитель начальных классов и воспитатель системы дошкольного образования. 4 человека на место. У нас ежегодно в отрасль приходит 300 молодых специалистов. А с чем вы связываете такой интерес? А потому что социальный статус учителя, уровень заработной платы. 28, особенно в сельской местности, в небольших школах наших, это очень высокий уровень. Я говорю 28 средняя, а есть педагоги, их около 3%, которые сегодня получают заработную плату больше 45 тысяч. Но они показывают отличные результаты в качестве. В подготовке ребят, в победителях Олимпиады, в участии в инновационных проектах, в участии в конкурсах профессиональных. Поэтому сегодня быть учителем, а быть хорошим учителем, это хорошая достойная заработная плата. Труд учителя всегда был непростым. Но это работа, которая приносит удовольствие и сегодня на Кубани оценивается очень высоко. Труд учителя очень сложный. Вот замечательно, что поднимают зарплату. Но качество образования, конечно, зависит еще от других факторов. Вот что еще? Конечно, материально-техническая база наших школ. Это оборудование, с которым работают педагоги. Это основа, такой, знаете, фундамент дома. Конечно, первое место всегда занимает мастерство педагога и как педагог относится к своему делу. Второе – материально-техническая база. И сегодня за последние три года 2,5 миллиарда край получил только из федерации на повышение материально-технической базы. Все родители видят меняющиеся окна, ремонтирующиеся спортивные залы, краевая программа, новое оборудование, компьютеры, стопроцентное обеспечение книгами второй год в этом году. Это тоже немаловажный фактор в развитии школы. Ну и самое главное – это, конечно же, ориентиры воспитательной работы, которые в крае поддержаны и введением основ православной культуры, и работой казачьих классов, и штабами воспитательной работы, потому что это третья опора для качественного образования. Важно не только образовывать, важно сегодня воспитывать. Потому что ребенок может не очень хорошо знать физику, я позволю себе это сказать, или любой другой предмет. Но он должен быть трудолюбивым, ответственным, совестливым, надежным, грамотным, патриотически настроенным, любящим свой край. Именно с этими качествами, уважающими свою семью, своих родителей, старшее поколение, он именно с этими качествами пойдет по жизни, а не будет самым главным. Хорошо, но все-таки к физике и другим предметам. ЕГЭ в этом году, хотя уже дело прошлое, но все равно не могу не сказать, сдали хуже, чем в прошлом году. Многие говорят, что потому что контроль усилили. Но, в общем-то, и появилась реальная картинка, наверное, образованности наших абитурентов. Какие меры будут приняты и какие уже, может быть, приняты? Наталья, если позволите, я вас немножко поправлю. Хуже, это, наверное, среднероссийские данные. У нас на территории края, несмотря на то, что вы видели, беспрецедентные меры были контроля, да, со стороны вообще российские. Менялись порядки, вводилось онлайн-наблюдение, вводились федеральные инспектора. Так как в крае уже с самого начала, в течение 10 лет, всегда к организации ЕГЭ подходили очень профессионально и честно, результаты в крае по сдаче единого госэкзамена значительно не отличаются от прошлых лет. А если мы говорим о среднероссийских результатах, то я могу сказать, что это наш регион, Краснодарский край, один из лучших, кто сдал ЕГЭ, даже при таких бескомпромиссных мер безопасности. Ну, два примера, это русский язык география, которые были нашими учащимися сданы лучше, чем вообще во всей России. Два предмета русский язык и математика, по-русскому среднероссийский результат и кубанский результат наших школьников. Кубанские школьники на 7 баллов средний результат выше, средний балл 69 баллов, на 6 баллов выше, чем по математике. Я хочу поблагодарить за эту работу педагогов, учащихся, которые усердно готовились, и родителей, которые тоже создавали условия для такой вот совместной работы и качественного результата. То, что касается качества, ну, в образовании всегда можно говорить, конечно, всегда хочется большего. Несмотря на достаточно высокий результат ЕГЭ этого года, мы уже сегодня, с 1 сентября, начинаем комплекс мер для того, чтобы это качество улучшалось. Чтобы шанс сдать ЕГЭ благополучно и выбрать несколько УЗов, самую важную и нужную профессию, был у всех учащихся, выпускников следующего года. Ну, вот, смотрите, в последнее время российское образование не ругает только ленивый. И говорят о том, что раньше, в советские годы, было лучше. Ваше мнение? — Образование всегда разное. Другое поколение и другие исторические условия. В образовании предыдущих была своя сила, да? Сегодня в нынешних условиях, наверное, качество образования и его успешность в том, чтобы все стороны, родители, учащиеся, общество, учителя были готовы меняться согласно меняющимся условиям. Сегодня я не скажу, что образование хуже. Оно сегодня в других условиях. Сегодня по-другому относится к учителю, сегодня по-другому относится к школе. А почему все ввязываются в критику или говорят, что не так? А потому что нет сегодня на территории страны человека, который бы так или иначе не был связан с образованием. Если ребенок идет в школу, то мама и папа спрашивают, как ты учишься. Если бабушка и дедушка провожают своего внука в детский садик, они тоже переживают, что у него и как. Поэтому сегодня в образовании в крае это миллион двести, а если посчитать, то у каждого есть ребенок, который так или иначе задействован в сфере образования. Поэтому так все это и беспокоит общество. Я считаю, что сегодня есть перспективы к росту, но говорить, что хуже нет. Есть проблемы, над которыми надо работать. Мы с коллегами на педагогической конференции, которую проводил традиционно Александр Николаевич, еще раз проговаривали вопрос о том, что нужно работать с родителями. Расширять родительский всеобщий, например, в вопросах безопасности интернета. Школа сегодня должна вооружать родителей знаниями, как это можно сделать. Или проблема, о которой мы забыли, о которой мы должны говорить в год литературы, в преддверии, это возрождение интереса к чтению. Это действительно огромная проблема, но будем надеяться, что наше образование снова выйдет на лидирующие позиции. Спасибо огромное за то, что пришли сегодня к нам в программу. И напоследок, ваши пожелания учителям. От всей души хочу поздравить своих коллег-педагогов с новым учебным годом. Пусть этот год будет годом надежд, успехов и открытий. Спасибо. Успехов вам. Это была программа «Факты мнения». Всем всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова